Итак, 3D Loot Creator, интерфейс которого вы видите сейчас на мониторах. Для того, чтобы все это понятие научиться этим всем пользоваться, надо начинать не с него. Надо начинать с фотошопа и с более-менее общих вещей. Что такое вообще Loot? Loot это аббревиатура, переводится она, расшифровывается она как Lookup Table с английского языка. И ключевое слово во всем этом словосочетании это Table, таблица. В этой самой таблице содержится информация о том, какой цвет был изначально и каким он стал потом. Вот цвета, которые содержались в картинке, точнее даже не так, которые содержатся в пространстве RGB. Сейчас не применительно к каким-либо профилям, в принципе. Это все возможные цвета. Три оси, три хроматические канала. Зеленый, красный, синий, как мы с вами привыкли. В точках 0,0 черный цвет. В точках максимальных значений по всем осям цвет белый. По диагонали, которая проходит от точки 0,0, вот там вот вдали, до точки максимум, 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 проходит серый цвет. От черного до белого. Ну, тут хоть точек и меньше, но все равно проглядывается плохо. В общем, бесцветный. От черного до белого. Ну и, соответственно, по каждой оси с определенным шагом откладывается определенное количество точечек. Это все-все-все-все-все возможные цвета. В таблице, в лут таблице, эти все цвета прописываются. Исходно. И потом для каждого цвета в лут таблицы пишется, куда этот цвет сместился, какие новые координаты он получил в результирующем кубике. И когда такая коррекция, такая таблица накладывается на вашу картинку в фотошопе или в другом каком-то редакторе, не только фото, но и видео, который умеет обращаться с лутами. Все цвета, которые попадали в изначальные координаты, пересчитываются и перекрашиваются соответствующим образом. Вот такая вот удобная штука. Это сам по себе лут и его строение. Что это такое? То есть это не сама коррекция, это всего лишь способ применения информации и хранения информации и применения какой-либо коррекции. Осуществляется простым переносом первичных координат, те, которые мы назначим, новые. Почему нам это вообще надо? Ну, с точки зрения хранения информации, это очень удобно, потому что вы любую фактически коррекцию, очень-очень-очень навороченную, можете в фотошопе применять в одном единственном слое. И фактически это является, может являться, мы забегаем его очень далеко, ближе к концу мастер-класса, но скажу сразу, что фактически лут является некоторым пресетом и некоторым набором экшенов, которые вы совершили в фотошопе на картинке. Для применения этих же самых настроек, этих же самых пресетов и экшенов к другим картинкам серии. И не только серии, а может быть и другой серии. Луты бывают разные, и у разных лутов есть своя собственная цель, своя собственная функция. Бывают луты, которые пересчитывают RGB в лап. Бывают луты, которые пересчитывают один профиль в другой, например, конвертируют из прохода RGB в sRGB картинку. Нам сегодня такой лут пригодится, мы с вами его посмотрим. Если мы с вами попробуем сейчас изменить, ну, например, зеленый цвет, мы должны будем в фотошопе вызвать команду HSA, корректирующий слой. Чисто теоретически это могут быть selective color или еще что-нибудь. Но так или иначе, для выборочной коррекции какого-либо цвета, все-таки, чаще всего это юстерейши. Даже если это другие опции инструмента, они так или иначе имеют те же самые принципы работы, что этот самый юстерейши. Что я имею ввиду под принципами работы? Это маски. Все инструменты фотошопа, которые завязаны на изменении цвета выборочно, они все имеют встроенные маски. Ну и вы видите вполне предсказуемый результат. Когда маска очень плохо встроится, их юстерейши по всем 180 своим градусам в одну сторону и 180 другим начинает промежуточные значения крутить. То есть не получилось изменить, допустим, зеленый цвет на какой-то другой, который бы плавно перетекал из циана, плавно перетекал из желтого. Как можно было бы такую задачу решить, если бы мы с вами находились в абстракции такой вот цветной? Тут нет никаких объектов, это просто цвет, как он есть. Мы с вами могли залезть в Liquify. И определенным образом подвинуть картинку таким образом, чтобы с одной стороны принести Санчика, с другой стороны принести Жолтенького. Зеленый как бы убить таким образом, в общем и целом, но при этом оставить довольно плавный переход. Маленькая зеленая полоска остается, но это такая гуманистическая аналогия, поэтому давайте представим, что нету этой зеленой полоски. Как вы знаете, Liquify работает по определенной сетке. Вот точно так же работает основной инструмент 3D Loot Creator. Он liquify цвет. И потом координаты этого самого цвета прописываются в табличке. Давайте уже переходить к интерфейсу программы. В общем, берем этот самый зеленый цвет и аккуратненько его перекрашиваем в тот, в который нам нужно. И вы видите, что без всяких масок, без всяких эффектов, как из Hysteria, у нас зеленый цвет плавно совершенно переплывает в нужный нам оттенок. Начнем мы с вами с первого самого инструмента. Это Channel Mixer. Channel Mixer, к которому мы с вами на самом деле все привыкли. Только выглядит он здесь немножко странно, но гораздо на самом деле удобнее, чем Channel Mixer реализован в фотошопе. Три хроматические каналы, зеленый, красный, синий и точки, которые, собственно, за них отвечают. Если мы будем брать на какую-то точку и ее куда-то перетаскивать, вы будете, во-первых, моментально видеть изменения на картинке, и, во-вторых, вы будете видеть пересчет значений канала. Про Channel Mixer. Популярная штука, которая называется Toos3, является ничем иным, как замещением информации в синем канале, информацией в зеленом канале. То есть примерно вот так. Когда мы в синий канал приносим то, что у нас было в зеленом, а в зеленом остается то, что и было в зеленом. Классический Toos3. И что часто любят делать в Camera Calibration? В Camera Calibration часто любят делать Teal Orange. Это как раз подвижка зеленого канала с нахождением соответствующей некоторой точки. Когда все перекрашивается в эти циановые и оранжевые цвета. Давайте переключимся в основной инструмент. Это сетка АБС. С нее все началось. Идея, собственно, именно этой сетки легла в основу всей программы. И это такой самый крышесносный, пожалуй, инструмент. Во всяком случае, лично мной он пользуется чаще всего. И чаще всего, быстрее всего, получается менять картинки довольно быстро именно за счет этого инструмента. Если вы посмотрите на наше довольно насыщенное изображение, вы увидите вот такую вот разбросанную муку. Это есть не что иное, как отображение присутствующих на картинке цветов. Вот у нас есть уплотнение в районе красного. Это, естественно, платье. Ну, логично. Платье есть посветлее, есть платье потемнее. Тут есть тень. Но фактически это одно и то же платье. Вот HSPNE, в частности, позволяет нам, трогая только точку, отвечающую за платье, менять как его светлые, так и его темные участки. Это полезная оттенка. И вторая полезность вот этого пространства, не только его. Опять же, потыкайте. Смотрите, как в лабе выглядит разброс наших оттенков. Назовем траекторией цветности. Очень узко вокруг центра. Разнести близкие оттенки будет практически невозможно, если сильно не увеличить шаг сетки. В свою очередь, в том же самом HSPNE с картинкой ничего не происходит. Меняется просто модель представления этого цвета для пользователя. У нас вся вот эта вот рассеянная крупа, она рассыпалась по всей плоскости цветной части. Нам теперь легко в ней копаться. То есть считайте, что помимо всего прочего, это еще и интерфейсный момент. Когда вы переключаетесь на другое пространство, вы получаете такую лупу. Поэтому рекомендую с фотографиями работать именно в этом пространстве. То, как мы будем с вами обращаться с сеткой, с точки зрения того, как устроены узлы, какие кнопочки, за что отвечают, таким образом это все крутить. В инструментах A, B, C и 2D Curves в общем и целом совпадают. То есть мы с вами будем делать одно и то же. Мы будем перемещать определенные точки кубика в определенные места, двигая их по разным осям. Для того, чтобы нам двинуть какую-нибудь точку по определенной оси, например, если мне захочется сдвинуть что-то по оси brightness, по оси яркости, мне это будет не совсем удобно делать, если я смотрю на кубик вот с этого ракурса, где эта оси не видно. Зато вот с этого ракурса, где эту ось видно, внизу темная вверху светка, будет удобно перенести точки именно в этой плоскости, именно по этой оси. Переносить точки я буду везде одинаково, просто предоставление, ракурс этого кубика будет меняться от инструмента к инструменту. Поскольку это утренний пейзаж, мне бы хотелось в нем... разнести определенным образом, во-первых, увеличить разнос оттенков на небе, ну и окрасть в легкий розоватый оттенок здания восходящий солнце. Для того, чтобы эти оттенки разнести, мне достаточно зафиксировать границы той области, которая отвечает за небо, и эти границы разнести и раздвинуть. Нейтраль я тоже слегка сдвину, ну не слегка, даже получилось сильновато, конечно. Но тем не менее, в сторону рыжеватых оттенков это окрасит соответствующим образом здание в этот самый цвет. Так, а этот лутик принесем в фотошоп. Красота. Естественно, бывает часто нужно что-нибудь не делать с кожей и сделать с фоном, или что-нибудь сделать с кожей и не делать с фоном. И в этом случае нам, естественно, понадобятся маски. Все то, что может придавать креатор, он может сделать по маске. И эта маска в луте тоже пропишется, потому что у нас трехмерный лут, а не одномерная коррекция. Давайте раздельно повлияем на фон и не будем трогать кожу мальчику. Для этого мы уйдем в раздел маски. И теперь пошел редактировать. Что бы такое с ним сделать? Давайте затемним чуть-чуть лесу. Начинаю вмешивать как бы мадженту. Как бы, да, противоположный зеленому. Зеленый начинает темнеть. Кожа не трогается никаким образом. Вот мы проделали все-все-все вот эти коррекции. Накинули маску. И вот он блок мастер в самом конце. Когда мы его включаем, blend это фактически opacity нашей коррекции. Если я opacity сдвину в ноль, blend сдвину в ноль, мы как будто бы ничего и не корректируем. Но я могу же и усугубить, и усугубливать я буду по трем параметрам. То есть opacity, как бы, да, blend в 200 яблоках. Будут усугубливаться, усугубляться те изменения, которые я внес в яркостную составляющую картинки, в оттеночную и в составляющую насыщенности. Мы можем править это все по отдельности. Не blend'ом, а все по отдельности. Закинем рафку. 3D look creator. Как только мы открыли раф-файл в 3D look creator, в той же папке создался одноименный тиф с припиской logC. И смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы нажимаем на loop2ps и Photoshop проследует этот самый 16-битный серенький раф и сверху него падает коррекция в луте. Это все живет в профото. Фактически вы получаете внутри фотошопа непроявленный раф. Ну, это уже, конечно, не раф, это уже пиксельный тиф. Однако, это не меньше, чем то, с чем мы работаем в АЦРе. Тут есть все эти шедвузы, все эти хайлайты, вся эта информация в каналах. И вот она, наша чисто техническая конвертация в виде отдельного слоя. И вот он у нас, черт возьми, на слое неотконвертированный раф. Не в виде смарт-объекта, а в виде нормального пиксельного формата. Как я вам уже и сказал, у разных лутов разное назначение. У кого-то украшайзеры, а у кого-то чисто технические пересчеты. Одних цветов в другие. Вот в этом месте мы применяем технический лут, который пересчитывает одно пространство, в другое. Из профота в sRGB. И теперь мы фактически видим все то же самое, что мы видели до присвоения профиля sRGB. При всем при этом, картинка в 16 битах в профото. И теперь мы можем вести с ней работу, как будто бы мы ее конвертировали к sRGB. Не получая никаких неохватных цветов, гаммок мейпинга и прочей-прочей ерунды. При всем при этом, файл у нас хранится на слое, в пиксельном формате, с абсолютным сохранением RAF данных. Если открывать RAF после ACR, например, в фотошопе, как смарт-объект, ну тогда да, мы можем вернуться в RAF, поменять там какие-то настройки. Но фактически, мы когда RAF конвертнули, все, никакой дополнительной инфы уже нет. А еще мы не можем к этой RAF информации применить, ну, какие-то режимы наложения по маскам, например. А тут можем. Это RAF в чистом виде, фактически, без потерянной информации. И он живет у нас не где-то в ACR или в Lightroom, а он у нас живет в слоях в фотошопе, не как смарт-объект, а как пиксельник. И это прекрасно. Это Мэри. Она преподает йогу в Таиланде на острове Самуи. И заберем картинку из фотошопа. Вот то, что в фотошопе стоп-кадр какой открыт, то и заберется. Ну и давайте чуть-чуть покорректируем. Будем корректировать отдельно Мэри, отдельно фон. Лицо таким образом нам надо будет демаскировать. Мэри. Кочень. Пот Party. И черно. Красиво. ну и дальше это все применяется ко всему видео целиком как вы понимаете все это немножко торможило потому как файл с канона соответственно видушка такая большая достаточно ну вот вам все то же самое примененное сразу же на 7 очень экономит время